Омские вундеркинды отправляются в сочинский образовательный центр «Сириус». Там они займутся настоящей наукой, хотя некоторые их разработки уже заслужили внимание специалистов. Чем спасателям будет полезен мини-робот, управлять которым можно с помощью обычного планшета, и как собрать компактную метеостанцию для дачи, расскажет Тахмина Тынысова. Это мой F3, который я сделала за месяц. Маленький кар весит чуть больше килограмма. Своим четырехколесным роботом десятиклассница Дарья управляет с помощью обычного планшета. Проект уже принес девочке победу в отборочном этапе образовательного центра «Сириус». Но на достигнутом Дарья не остановится. В планах оснастить машинку солнечной батареей. Кроме того, она уверена, ее роботу можно найти применение в разных сферах. Когда я его доделаю до конца, усовершенствую, в нем будет солнечная батарея. Его не нужно будет постоянно подзаряжать, и он будет работать фактически от энергии солнца. Он найдет широкое применение в различных службах, таких как МЧС, когда нужно добраться в какие-то труднодоступные места. Сюда можно подсоединить камеру, как-то закрепить, он может снимать. А вот свое изобретение девятиклассник Илья Боярников называет ласково «митя» от слова «метеостанция». Компактный электронный прибор уже прошел ряд тестов на даче у бабушки. С помощью СМС метеостанция сообщает школьнику о погоде, температура, скорость ветра и давление. В будущем Илья надеется создать целую метеокарту районов Омска. Например, в прошлом году «Летний град» выпало лишь в советском округе. И омичи, которые направлялись туда из центра или амурского поселка, могли бы узнать о явлении, одеться по погоде или отложить поездку, чтобы, например, не испортить автомобиль. Они будут связываться с какой-то Wi-Fi-сетью, рядом находящейся, чтобы передавать информацию в интернет. И, возможно, создание какого-нибудь, например, веб-сайта или веб-приложения, которое будет создавать малую карту, карту, допустим, температуры и прочего. Так как, например, то, что есть пока в Омске, не удовлетворяет возможности просмотра, например, где-либо, опять же, на дачном участке или в разных кусках города. Дарья, Илья и еще 7 их сверстников из гимназии номер 117 поедут в феврале в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Проезд, проживание, занятия – все бесплатно. В течение трех недель со школьниками будут работать 100 лучших педагогов страны. Тахмена Танисова и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.